Шартишь? Нет, только лангую. Это ты гринят у зима, значит? Всем привет, вы на канале Crypto Commons и посмотрим на графики. Биткоин у нас идет наверх, эфир у нас идет наверх еще больше, переписывает all time high в очередной раз. Мы видим по кластеру объемов, что здесь в принципе у нас пустота начинается и как говорится открытый космос. Если мы вылетаем за пределы этого сопротивления. Так что эфир и биток выглядят очень по-бычи. Собственно все, как мы с вами и торгуем. На Bybit'е вот лонги все открыты, все зеленые, кроме эфир классик, но у меня там точка входа. Не очень удачная была давно еще. На Femix'е тоже открыты лонги биток и Basic Attention. На Basic Attention я залетел, конечно, с CryptoFace'ом рановато. В минусе небольшом вытягиваю, ликвидацию далеко держу. Но я вам хочу сказать, вот по таким свечкам, даже как на Basic Attention'е и как на Money свечке, это все-таки булранные свечки. То есть свечки бычьего рынка. Посмотрите, они такого сопоставимого по масштабу красного. Но вот это было меньше. Гораздо событие вот это, разве что был дамп. Но в общем, когда мы видим такие вот маленькие снижения и при этом большие пампы, это то, что мы хотим видеть. Биток мы видим, что идет наверх. Также и по осцилляторам. По 4-часовому осциллятору у нас с вами как раз выход в зеленый Money Flow сейчас по Market Cypher'у, VMC Cypher'у. Китайская, кстати, копия бесплатной Market Cypher'а, которую вы можете попробовать, если у вас нет денег на настоящую VMC Cypher. Обзор по ней сейчас появится сверху у вас. Посмотрите обязательно его. Ну и что я тут скажу, что Total все растет. И, собственно, даже с технической точки зрения, вот внутри дня, внутри недели, все у нас прекрасно. Классный твит сделал чувак DIVXMAN. Спасибо ему и криптозомби, у которого я это подсмотрел. Про циклы. Посмотрите, текущий рыночный цикл, мы даже перевели его к нам в Telegram канал, на который обязательно нужно подписаться. Ссылка в описании и сейчас на экране. Нынешний бычий рынок биткоина по сравнению с предыдущими двумя. Медленный стабильный рост, восстанавливается после всего фада. Неликвидное предложение, то есть BTC в холодных кошельках на all-time high. Предложение на биржах на минимумах и падает. Триллионы USD напечатаны и будет еще больше. То есть обмен BTC на USD не имеет никакого смысла. Вот эта диаграмма. Единственное, что здесь можно отметить, конечно, также, что по временной шкале мы уже где-то после середины цикла. То есть, смотрите, этот цикл считается 100% восстановления до предыдущего all-time high и до 70% падения после нового all-time high. То есть такие циклы. И мы видим, что зеленый нынешний цикл, он сейчас уже как бы позже, чем пики двух других циклов. Но если мы вспомним про теорию удлиняющихся циклов, уменьшающихся возвратов, то мы можем с вами видеть, что на макро-таймфрейме по биткоину, в логарифме, что у нас с вами циклически уже где-то близко к вершине. Смотрите, первый цикл. Цикл мы шли до абсолютной вершины 51 свечку, то есть 50 недель, грубо говоря. Второй цикл мы шли от халвинга, опять же, от халвинга до следующего пика уже 75 недель. И можем предположить, что в этом цикле мы тогда будем идти где-то 90 или даже там 110 недель, да? Ну вот, допустим, 100 недель, это даст нам пик цикла в мае 2022 года, как вариант. Может быть такое, может. Поэтому может быть удлиняющийся цикл с меньшим возвратом. Вот, а в целом-то может быть вообще всё, что угодно, особенно в краткосроке, вы сами знаете, что этого не предугадаешь. А, ну и да, чё вы, ребят, как тоже-таки получать в чате аирдропы, так всегда пожалуйста, спасибо Грине. А как рекламу посмотреть, так сразу взъелись. Кучу хейта, Дисов получил видеообзор проекта Ищу. Слушайте, я вообще хочу сказать так, это я неправильно преподнёс. Это не скам, это децентрализованная оплекуха, фармилка на полигон-нетворк. Я просто, главное её достояние не так преподнёс, что она высокая годовая доходность. Но это не так. Годовая доходность высокая первое время, потому что малого народу используют, и вы поставляете ликвидность. Это не будет всё время, она уменьшится, это понятно. И не думайте, что я вас зазываю в какую-то тему, что это пирамидосы или что-то такое, как многие написали. Я, во-первых, никуда не зазываю. Дисклеймер, тысяча дисклеймеров. Всегда изучайте вопрос, во что инвестируете. Речь шла о другом. Если вы вдруг заинтересовались вложить немного в такую тему, понятно, что высокорисковую, не всю котлету, естественно, маленькую часть суммы, то тогда я делал технический обзор. Я потратил несколько дней, чуваки, чтобы разобраться с этой платформой и понять, как она работает, как это всё фармить, куда нажимать, чего заводить. Потому что это непростое дело. Так что не поймите неправильно, никого я не заставляю, ни в коем случае не надо вкидывать последние кредитные, семейные и так далее. Но если вы хотите поэкспериментировать, и у вас есть свободные 2-3% от банка, то проект ещё я очень интересный на данный момент. Если вам реально интересно, напишите в комментариях. Тогда я в следующем видео на нашем втором канале расскажу вам, как именно фармить на этом проекте. Ну а ссылку оставлю в описании. Если что, разбирайтесь сами. Но что с альткоинами, спросите вы? Чё ты нам рассказываешь, Гриня, в очередной раз про свой биток? Ни у кого нет денег на целый биток, давай альты. И очень важно помнить, что альты нужно смотреть ещё к биткоину, потому что весь смысл альтов в том, обгоняют они биткоин или не обгоняют. Поэтому смотрите, лайток к биткоину выглядит сейчас просто отвратительнейшим образом, ужасно. Все хотят продать лайткоин к биткоину. Посмотрите, ничего вам не напоминает эта картиночка. Вот, поэтому слушайте. Все, кто сейчас говорят, что старые альты к биткоину – это скам. Это очень хорошо, что они есть. И смотрите, старые добрые альты, у которых уже сформированы мувинги, даже на месячных таймфреймах, если вы посмотрите. Вот, про которые можно хоть что-то говорить. Ребята, лайткоин к биткоину находится в глобальнейшем нисходящем треугольнике. Именно к биткоину. Именно в многолетнем, посмотрите. И можно ещё также согласиться, что это куча падающих клиньев друг в друге, фрактальные такие. Маленькие в большом и ещё в большем, да? Соответственно, о чём это всём говорит? По теханализу и вообще в здравом смысле это пробивается только наверх. Как это пробивается наверх? Да вот, смотрите. И не надо мне говорить сейчас, что Илон Маск, пампел доги, только поэтому цена улетела. Как бы дисклеймер, конечно, не финансовый совет, вы все решения принимаете сами. Я просто вам говорю то, что я вижу. Но доджкоин, посмотрите, выглядел абсолютно так же. Абсолютно так же, как лайткоин. Вот здесь вот ходил. Ходил в этом нисходящем боковике несколько лет. Раз, два, три, четыре, пять. Почти шесть лет. И посмотрите, что случилось после этого. Да, он пробил, как бы, казалось бы, двойное дно. Вот оно было двойное дно с медвежьей ловушкой. Но после этого, смотрите, мы улетели сначала на верхнюю границу канала, потом еще выше, и потом еще выше. То есть мы улетели на 10 иксов, и потом еще на 10 иксов. На 100 иксов мы улетели к биткоину. И сейчас для всех, кто говорит, что додж, то за мун, я хочу сакцентировать ваше внимание на том, что додж в даунтренде. Так что додж находится у нас в даунтренде к биткоину. А это гораздо важнее, чем додж к доллару, который может, конечно, подрасти еще, как и весь рынок. Но к биткоину он будет, например, уже, скорее всего, падать. Даже если даст сейчас еще отскок хороший в плюс. Но обычно, если вы посмотрите на историю доджа, он к биткоину обычно даже отскоков хороших в плюс не давал, а просто падал. И точно по такой же схеме, ребята, любой ваш альткоин, который в накоплении, который вот здесь, не надо его продавать. Посмотрите, вот, чистый лайткоин, чистый зекэш, чистый дэш. Он может сходить еще чуть ниже, но потом обязательно отстрельнет. Это как, грубо говоря, индекс волатильности, на который вы ставите альткоин к биткоину. Типа, вам не важно, куда пойдет тот же рынок к доллару, он может начать падать. Но альткоин к биткоину по-любому отстрельнет, потому что по нему начнется волатильность. Вот такой вот замут, ребята. Альткоины к биткоину можно торговать, если вы торгуете с плечом. Дисклеймер, конечно, торговлю с плечом опасная штука, но... Вот и все, ребята. А так-то к доллару они тоже все растут. Вон, посмотрите, все пробивает уровни, все хорошо. Даш только-только разминается. Сетка EMA-риба, бычая на месячном таймфрейме, удержалась как поддержка. Это очень крутой знак, ребята. Ну, а Dash BTC пробивает уже тройное дно просто. И на месячном RSI дивергенция. Ну, то есть, когда, ребята, тренд заканчивает идти вниз, вот здесь все продают хомяки, и цена улетает наверх всегда. И они покупают наверху. Они вам будут говорить, что это будущее только наверху. И тут как бы на балансе вероятности по-любому по альтам к биткоину отстрел 1, 2 и 3, грубо говоря, по уровням. И вы по-любому выйдете на этом отстреле 10x, вы забираете хотя бы 20-30%, на этом забираете 20-30%, на этом. Можете хоть по 10% расставить вот такие ведра на выход на всех этих уровнях и забирать спокойненько прибыль. Ну, а я с вами прощаюсь. Это был Гриня, канал CryptoCommons, дисклеймер, нефинансовый совет. Очень много крутых монет. Мы их посмотрим в следующий раз. А сейчас пора бежать. Всем профитролей. И терпение. Профитролей и терпение всем.